Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня я хотел бы поговорить о том времени, в котором мы находимся, в времени церковном, это время рождественского поста. Что это такое пост? Пост — это главный христианский добродетель, пишут отцы церкви, в частности, святитель Игнатий Бринчанинов. Главный христианский добродетель, главная заповедь, которая еще была дана человечеству в раю. И этой одной заповеди было достаточно для того, чтобы человек находился в таком совершенствовании. Эта заповедь предохраняла человека от нравственной его порчи. Вот это высокая заповедь. Что же такое сам пост? Пост — это умеренность пищи и различие в пище, благоразумное различие. То есть человек есть не все подряд и нисколько он обычно. Какое действие поста на человеческий организм? В первую очередь, меняется настроение человеческое. То есть человек становится более целомудренным, он становится менее ленивым, он способен удерживать свои чувства в качестве, в частности. Это гнев, раздражительность. Человек способен удаляться от страшного состояния, которое сейчас доминирует во многих людях. Это печаль и уныние. Вот нам не хватает этого позитива. И люди искусственно пытаются его как-то найти, этот позитив. А он, оказывается, дан Богом человеку. Нужно чуть-чуть себя утеснить. И вроде бы заповедь направлена, в первую очередь, на человеческий желудок, но на самом деле эта заповедь очищает и укрепляет и возвышает наше сердце и наш ум. И еще этот добродетель, который является основой всех христианских добродетелей, это фундамент, еще этот добродетель поражает вот эти вот летающие объекты, которые мы называем духами злобы поднебесной. Это некое орудие, как вот С-400 против духов злобы. Человек, защищенный со всех сторон. И вот этот добродетель помогает нам оторваться от земной суеты. Благодаря этой добродетели мы очищаем свой ум, свое сердце, возвышаем свои чувства. И тогда наша молитва, соединенная с постом, она имеет дерзновение пред Богом. И человек способен приносить действительно глубокое покаяние, изменение. И человек становится позитивным, когда он старается по-настоящему соблюдать пост. Я желаю каждому из нас вот этой добродетели. Это же ведь, как в народной пословице говорится, под лежачий камень вода не течет. Нужно себя заставить, понудить. Тогда Господь даст нам вот этот позитив, который не только нас будет радовать, но будет радовать тех людей, которые находятся рядом с нами. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok